МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как сегодня влияет на недвижимость и девелопмент ИСЖИ-повестка? С учетом сегодняшних непростых условий, сохраняют ли актуальность ИСЖИ-репутация застройщика и его зеленая верификация? И почему это важно? И есть ли запрос со стороны инвесторов? Эти и многие другие вопросы мы обсудим сегодня с экспертами. Александрой Балилой, директором по инвестициям компании «Легенда». Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Кирилл. И Мариной Слуцкой, директором по устойчивому развитию Дом РФ. День добрый. Итак, как сегодня на недвижимость и девелопмент влияет ИСЖИ-повестка? Невозможно переоценить значение ИСЖИ-повестки для текущего рынка недвижимости. Это связано в первую очередь с общей мировой ситуацией и с тем, что с учетом необходимости, возможно, экономии на строительных процессах, на строительных материалах, для девелоперов возникает соблазн начать экономить и на качестве строительных процессов. И когда возникает возможность получить независимую верификацию того, что твой дом строится по зеленым стандартам, это позволяет конечному потребителю, покупателю получить обратную связь, позитивную обратную связь о том, что этот дом действительно хороший и о том, что там хорошо жить. Отвечая на этот вопрос, я предлагаю посмотреть на то, что стоит за модной аббревиатурой ИСЖИ. По сути, это учет экологических факторов социальных и корпоративного управления. Применительно к девелопменту я бы сказала, что это человекоцентричность, во-первых, а во-вторых, это качество. И здесь нельзя не согласиться с Александрой, что действительно соответствие зеленым стандартам на сегодняшний день для застройщиков – это возможность подчеркнуть качество собственного продукта. Когда несколько лет назад ИСЖИ заходила на рынок недвижимости и девелопмента, было опасение, что резкий переход на зеленые принципы может усложнить инвестиционные процессы компании, которые окажутся не в состоянии вовремя и в полной мере переориентироваться. Оправдались ли эти не совсем благоприятные прогнозы и для вашей компании это стало вызовом или переход получился более-менее плавным и успешным? На самом деле необходимо обратить внимание, что наша компания с самого начала строила свою работу на ИСЖИ-принципах. Просто мы по факту так это не называли, потому что основой бизнес-модели группы компании «Легенда» является качественный продукт. То есть когда ты по-настоящему строишь такие квартиры, в которых люди хотят жить, это позволяет быть уверенным в том, что данные квартиры будут покупаться и, соответственно, все финансовые модели будут выдерживаться. Если говорить о том, как мы столкнулись именно непосредственно с понятием ИСЖИ, то это случилось примерно полтора года тому назад, когда мы как раз совместно с Дом РФ стали обкатывать зеленый ГОСТ, который был разработан непосредственно Дом РФ. Мы проходили пилотный проект в течение примерно полугода. Это была очень большая скрупулезная работа. Марина не даст соврать. Этот зеленый стандарт состоит из порядка 10 разделов и более 80 основных критериев. Была проведена скрупулезная работа и в результате один из наших домов прошел вот эту зеленую верификацию. Поэтому, если говорить о том, насколько перестраивалась работа внутри компании, то нет, реальной перестройки не произошло, потому что качество и так стояло в основе нашей деятельности. Но то, что мы, очевидно, для себя почерпнули и то, что для нас стало очень важным, это, в принципе, саму по себе работу, связанную с технологиями, со строительством, выстраивать вокруг этих самых 80 критериев. Почему Дом РФ начал разрабатывать этот стандарт? Как раз примерно два года назад западные стандарты, которые работали на территории России, ушли. И желание застройщиков соответствовать неким стандартам качества при этом сохранилось. И вот от девелоперов, от тех, кто управляет коммерческой недвижимостью, сформировался запрос на создание неких замещающих документов. Дом РФ, соответственно, разработал, а Росстандарт потом утвердил национальный стандарт для зеленых домов. И хотя он называется зеленым, на самом деле он гораздо шире экологии или вот этой вот зелености. Он включает в себя и показатели, связанные с комфортом людей, с наличием инфраструктуры, например, социальной, дорожно-транспортной, детских площадок, спортивных. И с управлением строительством. Стандарт, таким образом, стал очень комплексным и емким документом. И действительно, спасибо команде Легенды и еще нескольким застройщикам, с которым мы смогли, что называется, обкатать этот документ, убедиться в том, что он жизнеспособен, а критерии, которые мы задали, могут быть применимы на практике и работают на уже сегодня проектируемых зданиях. Что важно еще отметить, мы со своей стороны наблюдаем за тем, как повестка устойчивого развития развивается на российском рынке девелопмента. И мы видим, что все больше застройщиков получают ESG-рейтинги, сертифицируют или верифицируют свои здания на соответствие тем или иным стандартам, размещают отчеты об устойчивом развитии и, собственно, продвигают собственную продукцию, качество квартир, зданий через эту метрику. И несмотря на текущую ситуацию экономическую, о которой сказала Александра, доля таких застройщиков, число таких застройщиков на российском рынке растет. А значит, есть определенная конкуренция за потребителя именно на основе этих индикаторов. Если говорить о нашей гордости, о нашем дебютном зеленом облигационном займе, выпустили мы его в мае 2023 года. Он явился вишенкой на торте всей нашей зеленой верификации. И, безусловно, мы видим дополнительный спрос со стороны частных инвесторов именно по отношению к этому облигационному займу. И связываем мы это именно с тем, что там есть дополнительные две верификации, и встроены дополнительные верификации со стороны Дом.РФ и со стороны рейтингового агентства «Эксперт.РА», которые подтверждают зеленость и качество проектов группы. Мы проводим нашу встречу в офисе «Легенды», и за окном кипит работа. Это объект Малаухтинская, 68. Какие зеленые технологии сейчас в фокусе вашей компании? Что может стать драйвером развития для «Легенды» и других из «Жи» ориентированных застройщиков? Может быть, на примере этого проекта, Александра? Наш основной фокус 2023 года, конечно, был связан с энергоэффективностью домов. И это очень интересный показатель, потому что он представляет собой агрегированную историю тех проектных решений, которые используются, тех материалов, качества этих материалов, которые используются при строительстве дома. В частности, если говорить про Малаухтинский, 68, то его энергоэффективность на очень высоком уровне. Это класс А, и связана она, естественно, с теми фасадами, с тем лифтовым оборудованием, которое используется, с вентиляционными решениями, которые есть внутри дома. То есть это целый огромный агрегированный кейс. И мне хочется дополнить, не могла бы сказать лучше про энергоэффективность. Действительно, этот показатель выбран центральным в нашем зеленом стандарте. Именно потому, что он емкий и впитывает в себя, по сути, большинство технологических решений, которые применены на объекте. И вторая причина, потому что он измеримый. И он дает именно экономию ресурсов, снижение выбросов СО2. И это именно те эффекты экологические, которые мы совместно показали, как некий результат, эффект зеленого облигационного выпуска. Да, и я вот дальше тоже продолжу то, что сказала Марина, потому что почему мы в том числе очень благодарны зеленому ГОСТу. Мы считаем, что то, что измеримо, то управляемо. И благодаря зеленому ГОСТу мы как раз наметили для себя очень четкий список тех дополнительных метрик, за которыми мы следим. Если говорить про энергоэффективность, то тоже интересно понять, а в чем смысл для конечного покупателя, зачем ему нужна та самая буква А, почему бы и какую-то другую букву не использовать в своем доме. Дело только в квартплате, да, дело только в том, что квартплата должна стать меньше, там, на какое-то небольшое количество денег, или какая основная причина. Это понять очень просто. Это когда дома не жарко летом и не холодно зимой. То есть те системы, которые встраиваются внутрь дома, они позволяют теплу в том числе очень правильно циркулировать. Например, если говорить про тот объект, на который мы обязательно сегодня с вами поедем, то очень интересные решения стекловые используются. Используется оксид серебра, наносится на стекло, и это приводит к тому, что до 80% тепла, которое должно попадать в дом летом, оно не попадает, оно оседает на этом опылении. Александра, где мы сейчас находимся? Расскажите, пожалуйста. Ну, как я и обещала, мы на нашем объекте, Малаухтинский 68, это тот самый объект, который прошел зеленую стандартизацию, верификацию. Это одна из квартир, одна из планировочных решений в этом доме. В этом доме порядка тысячи квартир, чуть-чуть поменьше, и около 120 планировочных решений. То есть представьте себе, в обычных домах есть 2-3 трехкомнатных квартиры, здесь их 120, и все они отличаются на определенные зоны, которые нужны той или иной семье. Это основа бизнес-модели легенды, функциональное проектирование, где в каждом из домов представлены разные планировочные решения, которые отвечают потребностям домохозяйств, которые здесь будут жить. А что насчет семьи с детьми? Я помню, когда мы познакомились, ты рассказывала, что у вас есть планировки для однополых детей, и разнополых детей, там, одного, двух, трех, множество. Мне кажется, это такой достаточно актуальный вопрос. Ну, конечно. Это очень востребовано на рынке. Например, история для семьи с тремя детьми, так, чтобы каждый из детей жил в отдельной комнате. Поэтому квартира, например, с четырьмя спальнями, где каждый ребенок живет отдельно, а мама с папой тоже имеют свою мастер-спальню. То есть это отдельно взятая спальня, где есть свой туалет, свой гардероб. Мама с папой могут закрыться и, в общем-то, до утра уже оттуда не выходить. Такие планировочные решения, такие квартиры разлетаются как горячие пирожки в первую очередь. А напомни, что здесь социальная инфраструктура. И один из критериев стандарта – это, по крайней мере, детский сад в близости. Ну, конечно, да. Здесь представлен на первом этаже полноценный детский сад. Еще один из критериев, если так вспоминать, это предчистовая отделка. На самом деле, как кажется, когда мы все заселяемся в новый дом, очень часто мешают работы, которые ведут соседи. Ну, на самом деле, это тоже очень интересный вопрос, потому что, когда мы говорим о ESG или когда мы вообще говорим о продукте, ведь продукт, он состоит из деталей, из маленьких деталей, которые, может быть, иногда и не имеют большой себестоимости. Например, у нас во всех квартирах есть шумоизоляция, то есть шумоизоляционные маты выкладываются в каждый из квартир. С точки зрения формирования себестоимости, это не сильно влияет на результат, но зато это очень сильно влияет на качество продукта. Спасибо, Александра. И вспоминая стандарт еще раз – транспортная доступность. Когда я сюда ехала, посмотрела, на чем удобнее. И на самом деле автобус в двух минутах, метро в трех минутах. Выбрала автобус, потому что от точки отправления было удобнее. Продолжение следует... А чем конкретно отличается зеленое финансирование от обычных облигаций, к примеру? Кажется, по механике они мало, чем отличаются друг от друга те же долговые бумаги с определенным доходом. Какие же есть все-таки преимущества? Что же такое зеленые облигации? Во-первых, это долговые ценные бумаги, которые должны соответствовать стандартам эмиссии Банка России в части отдельных требований к зеленым облигациям. Это и целевой характер, и обособление денежных средств, которые идут на реализацию определенного проекта, и дополнительная отчетность, которая показывает, как именно эти средства израсходованы, если это рефинансирование на старте, если это финансирование, то на протяжении срока до погашения облигаций. Второй момент. Такие облигации должны соответствовать таксономии. Это документ, который утвержден на уровне правительства и устанавливает, грубо говоря, какие проекты зелены, а какие нет. И зеленая стройка, в том числе очень энергоэффективное строительство, относится к зеленым проектам. Далее абсолютно необходимо привлечь некое независимое юридическое лицо, так называемого верификатора, чтобы он подтвердил и соответствие стандартам эмиссии таксономии, и наличие вот этих экологических эффектов. Это может быть, например, как в зеленых облигациях легенда экспертра, либо дорогое уполномоченное лицо. На самом деле это очень интересная, глубокая тема того, чем зеленое финансирование отличается от незеленого, и стоит ли вообще, грубо говоря, заморачиваться с этим. Потому что большинство участников рынка, они ждут некой поддержки данной темы. Поддержку они ждут в первую очередь с точки зрения уменьшения ставок заимствования. Но это достаточно плоское представление той поддержки, которая могла бы быть в данной зеленой повестке. Мы для себя видим, что поддержка могла бы быть в некой синергии между заемщиком, между банком и между государственными структурами. Такая некая могучая кучка, которая строит и реализует новые зеленые проекты. В этой ситуации власть могла бы помогать и создавать некий зеленый коридор по получению исходно-разрешительной документации, получению каких-то других дополнительных акцептов, которые требуются на уровне города. А с банками можно было бы запускать очень интересные, комфортные, ипотечные программы, а также работать с подрядчиками, с поставщиками. Делать какое-то дополнительное кредитное плечо для поставщиков. Какой-то очень интересный факторинг. То есть, в принципе, создавать некую единую систему для того самого зеленого проекта. То есть не просто уменьшение какой-то ставки, а в том, чтобы увидеть, а как помочь данному реальному проекту. Например, тема связана с тем, чтобы получать банковские гарантии поставщикам лифтов в том числе на проекте. Это очень актуальная тема. И если бы банк давал возможность, вот как я это называю, зеленый коридор, потому что бы максимально быстро получать эту банковскую гарантию, это бы ускоряло срок строительства и срок реализации проекта. Ну и мне хотелось бы сделать небольшой экскурс, наверное, в то, как рынок зеленых облигаций развивался в мире. В целом, в отдельно взятых странах есть определенные стимулы. Где-то это налоговые стимулы, где-то это компенсация стоимости верификации, где-то это сниженная комиссия биржи. Однако такого вот единого подхода не существует. На сегодняшний день в России стимулы, скажем, честно ограничены. Однако, допустим, мы для себя, как Дом.РФ, как группа компаний, по сути, выбираем придерживаться возможностей концепции ответственного финансирования для своих юридических лиц и для своих клиентов. Что это нам позволило достичь? Мы на сегодняшний день эмитент номер один на рынке облигаций устойчивого развития, размещая зеленые социальные выпуски. Недавно сделали ипотечные ценные бумаги устойчивого развития, первые в России. Во-вторых, Банк Дом.РФ, благодаря, в общем-то, размещениям и собственных облигаций, и облигаций клиентов, является сейчас банком номер один в организации из же выпусков. И банком, входящим в топ-5 по организации облигационных займов вообще. И это, конечно, дает нам возможность не только накапливать собственную экспертизу, но и делиться ей с клиентами. Мы очень рады, что с легендой удалось, в общем-то, таким дуэтом выстроить дебютный зеленый выпуск для девелопера. Опять же, делая шаг назад, в мире, кстати, первый выпуск не от института развития, не от банка был тоже от девелопера. То есть здесь мы соответствуем имеющимся тренду. Когда компании или другие участники принимают решение о том, входить ли в этот рынок или нет, или стоит еще немножко подождать, то мы лично руководствуемся принципом, что лучше войти в самом начале для того, чтобы потом иметь возможность управлять общей ситуацией. Полностью согласна. И нам видится, что как раз приверженность принципам устойчивого развития и размещение облигаций устойчивого развития – это признак зрелости имитента, того, что он готов обратить внимание не только, допустим, на какие-то финансовые метрики облигаций или собственную эмиссионную документацию, ее качество, раскрытие информации, но и сделать некий вот левел-ап и разместить действительно качественный продукт с целевым использованием, с дополнительной верификацией – это отличный показатель зрелости. Да. И тогда вот, наверное, один из заключающих вопросов именно к вам, Марина. А что Дом РФ делает для устойчивого развития строительной отрасли в целом, и почему это важно в целом для института развития? Спасибо, это отличный вопрос. На самом деле здесь Дом РФ вместе с правительством учитывает те цели по углеродной нейтральности, по энергоэффективности, которые стоят перед государством. И с учетом поставленных и на уровне нормативных актов, и, в общем-то, на уровне многих высказываний руководства страны целей, мы системно подходим к этому вопросу. В этом году мы разрабатываем документы для индивидуальных домов. В следующем году запланирована разработка национального стандарта для капитального ремонта, потому что помимо вновь вводимых зданий массово происходит капитальный ремонт, в том числе с повышением энергоэффективности тех зданий, которые уже есть. Далее мы планируем выходить на межгосударственный уровень, и уже достигнута договоренность о том, чтобы стандарт для многоквартирных домов был распространен, по сути, на пространство ЕАЭС. И это достаточно большая работа, требующая координации со странами-партнерами. Далее вторым, можно сказать, уровнем – это, безусловно, финансовые инструменты, потому что Дом.РФ – это финансовый институт развития. И здесь это и облигации, о которых мы достаточно много говорили сегодня, и, в общем-то, ипотека и проектное финансирование. Как мы с вами знаем, порядка 95% стройки на сегодняшний день финансируется с привлечением денег граждан на эскроу-счета, то есть с так называемым механизмом проектного финансирования. И, конечно, для того, чтобы придать действительно сильный импульс энергоэффективному зеленому строительству, было бы целесообразно стимулировать проектное финансирование, делать его в какой-то степени льготным, чтобы мотивировать застройщиков строить именно так. Почему мы считаем это правильным, экономически правильным? Мы сегодня уже говорили про энергоэффективность. И на самом деле она дает экономию на эксплуатации таких зданий на горизонте жизненного цикла плюс экономию при подключении этих зданий к инженерным сетям. Однако застройщик, строя здесь и сейчас, в целом не рассчитывает на весь этот горизонт эксплуатации. Поэтому государство, которое получает стимулы как за счет сниженной потребности в инфраструктуре, так и за счет снижения СО2, некоторые налоговые дополнительные, в общем-то, поступления, могло бы простимулировать, дать импульс застройщикам к тому, чтобы строить более энергоэффективное строительство. Зеленая ипотека могла бы стать также отличным инструментом. Опять же, на сегодняшний день большая часть квартир покупается с привлечением кредитов, с привлечением ипотеки. Какие-то отдельные налоговые льготы, как для застройщиков, так и для граждан, также могли бы стимулировать эту сферу. Далее вопрос цифровизации. Это вот некий третий класс, стандарты финансирования цифровизации. Мы работаем над тем, чтобы в единой информационной системе жилищного строительства, где абсолютно все девелоперы размещают информацию о своих объектах, в том числе проектную декларацию, информацию по ходу строительства, там формируется статистика по объектам. Мы стремимся, чтобы в этой системе была информация и о качестве зданий, в том числе об энергоэффективности, о наличии детских спортивных площадок, социальной инфраструктуры, транспортной, то есть делаем некую базу данных. Аналогично, кстати, и с индивидуальными домами есть некий суперсервис, мы его так называем, где вы можете, по сути, собрать свой дом, выбрать проект провайдера сетей, подобрать ипотеку, подобрать тот банк, который готов выдать ипотеку на этот объект. Там мы также отмаркировали дома, которые соответствуют отдельным зеленым критериям уже сегодня, хотя стандарт в разработке. И еще, конечно же, это использование технологии информационного моделирования. В целом, в России застройщики в следующем году должны будут на это перейти. И как раз использование цифровых моделей здания позволит наиболее оптимально подходить к его проектированию, к планированию использования ресурсов, к использованию как раз зеленых технологий, материалов и оборудования. Абсолютно согласна с Мариной, что ТИМ работает, что он действительно помогает оптимизировать проектирование, помогает в том числе наметить все инженерные сети, которые проходят в доме еще на стадии проект. Поэтому мы его используем уже определенное количество лет и большое спасибо этому продукту, этой программе. И, наконец, следующий пласт работы – это осведомленность. Мы запустили с высшей школы экономики курс по зеленому строительству и, в общем-то, инициировали две премии. Одна – для самых зеленых объектов совместно с Urban Awards. Первые, в общем, награды вручаем в этом году. Уже, наверное, вручим к декабрю, когда Абликационный конгресс будет проходить. И вторая – премия совместно с ППК Рео, экологическим оператором по ответственному обращению с отходами. Потому что, на самом деле, строительная отрасль формирует чуть ли не половину отходов, которые есть в мире. И в том числе, такая же аналогичная статистика по России. Всегда интересно заглянуть в будущее. Александра, какие планы у компании «Легенда» в ESG-направлении? И вообще, что вы себе в ближайшие годы обозначили как самое главное? Однозначно с гордостью можем сказать, что первый этап в направлении ESG-процветания мы сделали совместно с Дом РФ. Если говорить о планах на ближайшие полтора, может быть, даже два года – это цифровизация процесса взаимодействия подразделений внутри компании для того, чтобы более точно управлять экономикой и управлять поставкой строительных материалов. То есть это все подразделения, это строители, это проектировщики, это закупки. Вот соединить их в единую цифровую среду. Если говорить про стройку, то это вот основное направление. Ну и, конечно же, безусловно, наш основной фокус – это активизировать коммуникации между участниками ESG-среды. Потому что мы абсолютно уверены в том, что сила экономической мысли позволит придумать самые интересные ипотечные программы, зеленое проектное финансирование и, конечно, новые зеленые облигационные займы. Спасибо за интервью. Спасибо вам. Спасибо.